шалом дорогие друзья сегодня я хотел бы поговорить с вами о молитве тфила еврейская молитва сколько книг написано на эту тему сколько замечательных мудрых слов сказали наши мудрецы объясняя нам значение еврейской молитвы но я бы хотел начать наше с вами небольшое исследование в данной области с хасидской притчи притчи о основоположнике хасидизма рабе исраэле большим тови поэтому друзья присаживайтесь поудобнее потому что мы начинаем один из учеников святого бешта прочел в книгах наших мудрецов что человек который ищет встречи с или ягу анави должен взять на себя обет молчания на 40 дней давайте разбираться вот в этих вводных что здесь о чем о чем вообще идет речь прежде всего или ягу анави это пророк израиль один из величайших еврейских пророков который я напомню вам вообще не умер а был живым взят всевышним на небеса с тех пор он посвящен в ранг ангелов и в принципе является ангелом торы одна из его миссий как ангела теперь уже как некой духовной такой субстанции духовной сущности являться мудрецам народа израиля когда у них возникают сложности с пониманием неких глубоких запутанных моментов торе то есть когда им негде это прочесть ибо та тема которую они изучают она ранее не изучалась другими мудрецами это в некотором смысле новаторство с их стороны и ему нужна такая вот специфическая божественная поддержка в виде ангела или ягу анави который приходит и разъясняет мудрецам самые сложные самые запутанные места в торе чтобы встретиться с этим духовным существом нужно занимать определенный духовный уровень не каждому человеку явится ангел торы ангел или ягу анави а вот чтобы на этот духовный уровень подняться вот для этого то и существует вышеупомянутая идея сорокадневным обетом молчания и вот этот наш герой этот хасид хасид большим того решает взять на себя такой обет молчание 40 дней вообще ни с кем кроме как с богом не разговаривать и через 40 дней он очевидно рассчитывает на встречу с или ягу анави которому и сможет задать свои самые сложные вопросы по торе с которыми он столкнулся в ходе собственных исследований на в этом в этом святом и бесконечно мудром направлении и вот тут как раз и начинается наша с вами история 40 дней этот человек ни с кем не разговаривает однако по прошествии этих 40 дней он не встречается с илья вам анави и с претензии если хотите он и приходит своему учителю рабе израиле большим того что я делал не так почему мой обет молчания не увенчался результатом ко мне так и не пришел ангел или ягу анави вот с этой претензии если хотите он и обратился графе израилю большим того как своему учителю рэб что я сделал не так Так написано в наших мудрецов, что гарантированно 40 дней молчания дают определенный духовный результат, однако я этого результата, к сожалению, не наблюдаю. Большим Тов стал расспрашивать молодого человека о том, как он точно выполнял данный обет. Молился ли ты? Конечно, Ребе, я же соблюдающий человек, я же религиозный иудей, как я мог не молиться? Молился и утренние благословения, и Шахарит, и Минха, и Аравит, и Текун Хацот даже я читал. Все молился, что положено богобоязненному иудею. А Тору ты изучал? Конечно, изучал. И при этом твои уста раскрывались, ты при этом произносил слова? Ну, разумеется, Ребе, а как можно молиться или изучать Тору, не произнося, не проговаривая святых слов? Так вот, сказал ему Большим Тов, в этом-то и проблема. Ты пытался устранить себя от праздной болтовни, ты пытался обетом, который ты дал, который ты, казалось бы, держал, уклониться, уйти от всевозможных глупых разговоров. Однако, саму молитву тебе каким-то образом удалось превратить в праздную болтовню. Оказывается, друзья, дело не в том, чтобы молчать, а дело в том, как не превратить даже разговор со Всевышним в праздную болтовню. Как не сделать так, чтобы слова молитвы, не дай бог, превратились бы в пустые слова, в абсолютно бессмысленное бормотание каких-то заученных словесных форм. И вот этим-то вопросом, я думаю, мы с вами сегодня и займемся. Ибо в месяце Элу, в преддверии величайшего еврейского праздника, а точнее сказать, целой плеяды еврейских праздников, это и Роша-Жена, и Йом-Кипур, и следующий за ними праздник Суккот. Итак, друзья, в преддверии всех этих замечательных еврейских праздников, в месяце Элу принято укрепиться, усилиться в таких важнейших процедурах, как молитва, раскаяние и тздока, то есть благотворительность. И поэтому мы с вами именно в месяце Элу и говорим, собственно, о важности еврейской молитвы. А давайте вообще-то разберемся, а когда появилось такое понятие, как еврейская молитва? Любопытно, что с точки зрения еврейской традиции, которую до нас донесли величайшие мудрецы народа Израиля, первым человеком в истории человечества, который вообще молился, это был Каин. Тот самый Каин, сын Адама, первого человека, тот самый Каин, о котором спел Булат Шалович Акуджава, Каину, дай раскаяние и не забудь про меня. Вот этот человек, который известен в более широких кругах, как первый убийца, более того, брата-убийца. Этот человек также, что гораздо менее известно, является первооткрывателем молитвы. Дальше сменялись поколения, мы видим, что молитву совершают наши праотцы, это и Авраам, и Ицхак, и Яков. Мы видим и в дальнейшем развитии сюжета Торы, что величайшие еврейские основоположники, фактически еврейского народа, они молятся периодически Тора, иногда прямо, иногда намеком. Указывает нам на то, что эти люди обращаются к Творцу и не всегда, заметьте, их обращение к Творцу выражено в виде обряда жертвоприношений. Иногда это просто диалог со Всевышним. Однако, период нашего египетского рабства, затем исход, старанство по пустыне, освоение земли Израиля, это так или иначе период, где для еврейского народа центром, религиозным центром, духовным центром, центром притяжения еврейского мировоззрения является все же храм. И поэтому жертвоприношения, они в некотором роде оттеняют, а практически заменяют потребность обращаться человека к Богу в некой устной вербальной форме. Практически все диалоги со Всевышним происходят или вокруг жертвоприношений, или вообще в виде, так сказать, самих жертвоприношений. То есть корбонот играют гораздо большую роль, чем какой-либо иной диалог, иная форма диалога человека со Всевышним. И лишь после разрушения первого Ярушалаимского храма, в период Вавилонского изгнания, начинаем с вами как исследователи Торы, как люди, которых интересует текст Торы и вовсе неформально интересует, мы обнаруживаем, что наши предки, живущие в тот период времени в Вавилонском рабстве, начинают молиться почти так же, как мы с вами это делаем сегодня. Жертвоприношения невозможны, ибо храм разрушен. И вот именно там, на реках Вавилонских, сидели мы и плакали. Вот это, друзья мои, пускай станет некой отправной точкой в нашем исследовании истории молитвы. Вернувшись из Вавилона, Медийско-Персидского рабства, после хорошо вам известных Пуримских событий, еврейский народ начинает вновь обживаться, вновь начинает строить свое государство на святой земле, на земле Израиля. И вот здесь Эзра Софер, один из последних пророков еврейского народа, собирает такой, знаете ли, еврейский парламент, который называется Аншей Кнеса Тагдула, это мужи Великого Собрания. Именно в этот период времени происходит канонизация очень многих важнейших моментов в распорядке жизни, в распорядке дня соблюдающего Иудея. Одним из таких моментов, один из таких судьбоносных факторов, это, конечно же, канонизация молитвы. Да, друзья, действительно, именно в этот период времени в земле Израиля Аншей Кнеса Тагдула, члены первого еврейского парламента, канонизируют текст молитвы и устанавливают обязательные три молитвы ежедневно. В правильном порядке, если их перечислять, это будут, конечно же, молитва Маариф, она будет первой, потому что наш еврейский день, наша календарная дата начинается, очевидно, с вечера. Второй молитвой будет молитва Шахарит, утренняя молитва, и последней молитвой в сутках будет послеполуденная молитва Минха. Эти три молитвы установлены мудрецами в соответствии с жертвоприношениями, которые приносились в храме, а также есть наипрямейшая связь трех этих молитв с тремя праотцами еврейского народа, с Авраамом, который установил молитву Шахарит, с Ицхаком, который установил молитву Минха, и, наконец, с праотцом Яковом, который известен более как Израиль. Именно наш праотец Яков в середине жизни получает эту высокую награду с небес, отныне он именуется Исраэлем, и вот он устанавливает молитву Аравит или молитву Маарив, ночную молитву, с которой, как мы уже и сказали, начинаются еврейские сутки. Это установление молитв, как мы уже с вами заметили, совершают Аншейк Неса Тагдула, мужи Великого Собрания, и, однако, мы все еще с вами не видим Сидура, мы все еще с вами, как исследователи, не наблюдаем, собственно, еврейского молитвенника. Первые попытки записать молитву произойдут только в IV веке по европейскому, то бишь по христианскому летоисчислению. Почему такой длительный период? Молитва уже канонизована, она уже существует, установлена, однако Сидуров еще никаких нет. Мудрецы не торопились записывать молитву, так как любая запись любого практически текста напрямую сопряжена с риском внесения каких-либо фальсификаций в текст. Как только мы начнем что-либо записывать, а стало быть и переписывать, обязательно какие-то ошибки, дай-то Бог, чтобы это были ошибки нечаянные, а то, гляди, что это и осмысленно внесенные какие-то ошибки в текст, этого, пожалуй, невозможно избежать. Поэтому мудрецы не очень-то торопились молитву записывать. И только в IV веке мы видим это не по артефактам, к сожалению, а по ссылкам в других еврейских религиозных текстах мы видим ссылки на некие документы, на некоторые книги, в которых якобы уже записан тот или иной отрывок, тот или иной фрагмент молитвы. Как мы уже сказали, эти молитвы для нас дошли в весьма разрозненном, каком-то обрывочном виде, и говорить о системном сидуре IV века Новой эры практически не приходится. А вот настоящий сидур, ну, практически такой или подобный такому, какой сегодня мы с вами держим каждый день неоднократно в руках, такой сидур появляется лишь в IX веке. Он составлен Раби Амрамом Агаоном, который был главой Ешивы в городе Сура в Вавилоне. И этот сидур он составляет по заказу еврейской общины города Барселона. Вот это действительно, друзья мои, является отправной точкой в появлении не только канонического текста молитвы, но и де-факто мы можем с вами держать в руках этот сидур, мы уже имеем дело с записанной молитвой, молитвой, которая выставлена в определенном порядке. Именно в этом порядке следует человеку данной молитвой или данным молитвенником пользоваться. Однако нас с вами сегодня интересует не только история возникновения молитвы, сидура, молитвы в ее каноническом виде. Мы, конечно же, хотим с вами понять и смысл молитвы, и ее духовную ценность. И поэтому, друзья, с этого момента в нашем исследовании все пойдет немножечко в другой динамике. Прежде всего, я хотел бы познакомить вас с цитатой из книги Тегелим, из книги псалмов царя Давида. Это пятый псалом, третий стих, третий пасук. В нем ли воплю моему, говорит царь Давид, обращаясь ко Всевышнему, владыка мой, ибо к тебе я обращаюсь с молитвой. Ну, первонаперво, снова как бы возвращаясь к истории возникновения молитвы, мы видим, что царь Давид молится. Хотя это период существования Мишкана, есть переносной храм. Еще только-только предстоит сыну царя Давида, царю Шломо, построить для Всевышнего постоянный храм в Ярушалайме. Однако царь Давид уже молится, а только лишь следует помнить то, что мы с вами уже сказали. Эта молитва произвольно, царь Давид обращается ко Всевышнему, как и все люди того поколения, как люди, которые жили до царя Давида, и даже как многие-многие прекрасные святые евреи, которые будут жить после царя Давида, вплоть до 4-9 века новой эры, эта молитва, конечно же, не имеет какого-то стабильного, какого-то фиксированного вида. Эта молитва до сих пор еще никаким образом не канонизирована. И вот тут мы с вами начнем наше исследование. Царь Давид говорит, что ты, Всевышний, внемли, то есть прислушивайся к моему воплю, к моему обращению к тебе, ибо я обращаюсь к тебе. Зачем нам эта фраза? Что мы можем с вами из нее учить? И вот тут наши мудрецы благословенной памяти говорят, посмотри, как царь Давид формулирует свое обращение к Богу, внемли, потому что я обращаюсь к тебе. А к кому еще, собственно, мог бы обращаться царь Давид? И вот тут наши мудрецы и говорят нам, дело в том, что молитва, еврейская молитва, это исключительно обращение ко Всевышнему и более никому. Мы повторим снова наш вопрос, а какие теоретически хотя бы могли существовать варианты? Кому еще можно было бы обращаться? Можно, можно, да нельзя. Но кто бы это мог быть? И вот тут нам поясняют мудрецы Талмуда. Никаких посредников, ни материальных, ни даже духовных, это не какие-то предметы, не дай бог, изваяния из дерева или камня. Это само собой идолопоклонство, это очевидное язычество. Но быть может, можно в молитве обращаться к душам умерших, может быть в молитве можно обращаться к праведнику, или может быть к ангелу можно обращаться в молитве? Нет и еще раз нет, говорят нам мудрецы Вавилонского Талмуда. Обращение в молитве, и на этом собственно и стоит весь иудаизм, это исключительно обращение ко Всевышнему, к Творцу небес и земли, к владыке мира. Вот в этих формах или в подобных формах как раз и установлена молитва обращения человека ко Всевышнему. Форма обращения, как мы уже с вами сказали, она произвольная. Еще очень долго она будет оставаться таковой, произвольной. И еще одна очень важная деталь, еврею следовало обращаться ко Всевышнему только когда у него возникала в этом острая нужда. То есть нет понятия молитва от хорошего настроения, нет молитвы благодарности Творцу за то, что я проснулся и день мой начался. Есть, однако, некоторые установленные в Торе моменты. Это нюансы, связанные с благодарностью ко Всевышнему. Например, в отношении пищи, которую ты вкушаешь, наверное, очевидно, что установлена молитва Беркат Амазон, еще Маше Робейну. Это молитва благодарность Творцу за хлеб, который человек ест и которым человек насыщается. То есть, если есть повод, или ты что-то от Всевышнего получил и желаешь его за это отблагодарить, или ты находишься в тяжелейшей какой-то критической ситуации, где, быть может, твоей жизни угрожает смертельная опасность, и ты обращаешься в таком случае ко Всевышнему с просьбой поддержать тебя, спасти, быть твоим защитником, очевидно для каждого, что это, разумеется, повод весьма и весьма весомый. Однако, снова повторюсь, нет такой молитвы, пока еще она не была установлена, чтобы просто на некой регулярной основе разговаривать с Богом. И вот что-то должно было, наверное, в иудаизме произойти, чтобы такая система возникла, чтобы мудрецы действительно установили молитву, не дожидаясь особого повода для общения с Богом. Это общение на некой регулярной основе. И вот на этом этапе, друзья, я хочу вас познакомить с еще одной замечательной цитатой истории. На сей раз нас будет интересовать вторая книга пяти книжек, книга «Шмот», 23 параграф, 23 пэрок, 25 пасук. «И служите Господу Богу вашему, и Он благословит твой хлеб и твою воду, и устранит недуг из твоей среды». Вот давайте с этой фразой немножечко поработаем. Первонаперво слово «служите». Здесь написано «таавду». То есть использован глагол от слова «авода». Это «работа» или, давайте переведем более литературно, более красиво, «служение». «Служение Господу Богу» подразумевается, заслугу которого ты получишь хлеб и воду, и устранение всяческого недуга из среды народа Израиля». И вот здесь, друзья, как раз мы и получаем необходимую информацию. Ибо именно из этой фразы наши мудрецы выучили возможность и даже необходимость установить постоянные три молитвы, сделать их обязательными для каждого человека, вне зависимости от каких-то радостных событий в жизни человека, где им могла бы двигать чувство благодарности, или каких-то, не дай бог, неприятных моментов, где человеку, очевидно, нужна помощь Творца, небесная поддержка, и где человек мог бы за этой помощью обращаться к престолу славы Всесильного. Итак, слово «авода», «авойда», которое мы здесь находим, это «служение». «Служение» подразумевает определенные критерии, ибо словом «служение» в Торе обыкновенно называется процесс жертвоприношений, ибо словом «авойда», словом «служение» обыкновенно в Торе называется процесс жертвоприношений в храме, воскурение благовоний, возлияние вина на жертвенник. И здесь, очевидно, присутствуют какие-то законы, определенные правила, которые нарушать уже никак нельзя. Итак, наши мудрецы, опираясь на эту фразу, говорят, что молитва – это и есть служение Всевышнему, и строится она по тем же правилам, что и служение Всевышнему в храме. Будь то передостной храм, мешкан, или стационарный, постоянный Ярушалаимский первый, или второй Ярушалаимский храм, есть правило служения Всевышнему. И это служение должно, внимание, друзья, стать таким же постоянным, таким же регулярным, как и получение тобой хлеба и воды. Человек не может жить без пищи и воды. Человек не может существовать без гарантированного получения этих минимальных потребностей для его организма. И вот мудрецы на этой фразе строят идею, что и молитва должна быть столь же постоянной, столь же регулярной, как и вкушение хлеба и употребление воды, без которых человек, очевидно, не мог бы существовать. Обратите внимание, как часто нам приходится слышать в повседневной жизни. Зачем я должен повторять одну и ту же молитву каждый день? Разве Богу не надоело слышать одни и те же слова? И поэтому мудрецы наши задают такому человеку или таким людям встречный вопрос. А тебе не надоело есть пищу, пить воду, дышать воздухом? Ты это делаешь каждый день. По многу раз ты вдыхаешь и выдыхаешь. Несколько раз в день ты принимаешь пищу, ты наслаждаешься жизнью. Как минимум, ты получаешь некие минимальные, базисные, необходимые для элементарного выживания, какие-то блага. И ровно в той же степени ты должен будешь Всевышнему отправлять вот эту авойду, шабелев, вот это служение сердцем, о котором, собственно, и говорит данная фраза из книги Шмот. Опираясь на эту фразу, еврейский законоучитель, еврейский галахический авторитет, рабе Маше бен Маймон, рамбам, маймонит, он и говорит, что служение, о котором идет здесь речь, это очевидно молитва. То есть сама Тора намекает нам, что наступит такой момент, когда даже если у вас, евреи, будет храм, храм никоим образом не решает полностью вопрос взаимоотношений человека с Богом, то, что коины и левиты в храме выполняют определенное служение с жертвоприношениями, с воскурениями благовоний, с возлиянием вина и даже порой воды на жертвенник, это не освобождает нас с вами от трехразового ежедневного обращения к Творцу исключительно, как считает рамбам, ради вот этой личной авоиды, личного служения, если хотите, личного жертвоприношения, которое мы никак не можем делегировать коинам и левитам в храме, даже, повторюсь, если этот храм существует. Именно такое положение вещей, по мнению рамбама, возникает в период второго ерошалаимского храма, когда, очевидно, храм существует, но евреи при этом продолжают молиться, как они молились в вавилонском плену, когда храма не было, храм был разрушен, а сами мы оставались узниками, рабами в Вавилоне, затем в Мидии, а впоследствии в Персии, до вышеупомянутых нами Пуримских событий и до возвращения народом Израиля в Эра Цесраэль. Коль скоро мы пришли к пониманию того, что молитву мы теперь воспринимаем как авойду, как служение Всевышнему, как мы уже с вами сказали, авойда, это вообще-то до этого момента означало жертвоприношение, служение в храме, то мы и молитву будем воспринимать как некий акт служения Всевышнему с законами, с теми же аспектами, которые до этого момента мы с вами распространяли в нашем представлении на жертвоприношение, на служение Всевышнему в храме. В храме, будь то в мешкании или постоянном Иерусалимском храме, служение никогда не производится одним человеком. Авойда в храме подразумевает одновременное участие многих коаним и левиим. Я напомню, что левиты сопровождают процесс жертвоприношения, пение. Точно так же мы видим, что коин в одиночку не готов выполнять свою службу, потому что у каждого коина есть совершенно четко расписанные обязанности. Именно вот в этой совокупной работе, в этом дружном, так сказать, коллективе и рождается авойда в храме. По этому принципу наши мудрецы и выводят идею о том, что коллективная молитва очевидно будет лучше, чем молитва частная. Появляется понятие миньян и в момент канонизации молитв мужами Великого Собрания как раз и происходит также канонизация миньяна. Кто будет вести молитву? Что этот человек должен делать? В каких местах община отвечает ему? Амен! В какой момент молитва прерывается на чтение Торы? И многие другие моменты, которые позволяют нам с вами понять, что в одиночку это совершить практически было бы невозможно. И вот тут мы с вами, когда уже увидели, что молитва потихонечку превратилась в то, чем сегодня она и является, вот тут и находятся те коварные подводные камни, о которых вообще-то, друзья мои, я хотел бы с вами говорить изначально, но без всех этих вводных, без пояснения истории зарождения молитвы, истории канонизации молитвы, этот разговор был бы, мне кажется, совершенно некорректен, он был бы, наверное, даже и невозможен. А и так, о каких же подводных камнях могла бы здесь идти речь? Когда человек лично, индивидуально обращался к Богу с благодарностью или обращался к Богу за помощью, предположить, что человек, преисполненный божественного присутствия, преисполненные ощущения того, что Творец здесь и сейчас находится с тобой, преисполненный благоговейного трепета к Творцу Вселенной, обращает к этому Творцу свою молитву, предположить, что в этот момент человек недостаточно мотивирован, что человек будет отвлекаться на какие-то посторонние темы, что человек произнесет свои слова молитвы монотонно, машинально, механически, пожалуй, невозможно себе этого представить. Ибо человек обращался к Богу, как мы с вами сказали, именно потому, что он больше не мог молчать, и это практически крик души, и канонизировать такой крик души, разумеется, не нужно. Каждый обращался к Богу со своими словами, когда сам того желал, когда чувствовал необходимость в этом, и поэтому стучать указкой по столу и требовать повышенной концентрации, и отдавать себе отчет, что ты сейчас разговариваешь с Богом, знай, пред кем ты стоишь, не было никакой необходимости. Человек и так прекрасно понимал, перед кем он стоит, и кому он обращает сейчас свои молитвенные слова. Но когда молитва стала в результате канонизации нашими мудрецами, когда она стала обязательной, когда она стала трехразовой, ежедневной, когда молитва стала обязанностью еврейской общины, ибо именно в многолюдных собраниях, как говорит царь Давид в книге Таилим, проявляется Творец, и вот когда собираются единомышленники вместе и сообща, объединяя свой молитвенный порыв, направляют свою молитву к Богу, очевидно, по мнению наших мудрецов, что такая молитва будет иметь гораздо большую силу. И вот тут появляется возможность, к сожалению, такая печальная опция, неприятная опция, появляется возможность механического произнесения слов молитвы, произнесения молитвы без вдумчивости, без каваны, то есть без намерения. И это, возможно, одна из причин, по которой мудрецы долго-долго оттягивали этот момент, когда молитва будет, наконец-то, в своем каноническом виде записана в Сидур. Ибо теперь эти слова, нужно научиться произносить эти слова с каваной, нужно научиться загораться по расписанию. Вот пришло время утренней молитвы, и мы все в едином порыве вспыхнули и захотели в этот самый миг обратиться к Богу. Одновременно мы все и хором, и по четко установленному порядку молитв, по четко прописанному этому порядку в Сидуре. А само слово Сидур как раз и переводится порядок или распорядок. И вот тут, друзья, я как раз и хотел рассказать вам замечательную хасидскую притчу о величайшем мудреце, праведнике, мыслителе хасидизма, это раби Левицак из Бердичева, известный как адвокат или защитник народа Израиля. Вот однажды, во время молитвы, когда раби Левицак вел молитву, он выполнял обязанности хазана, то есть стоял у Омуда, стоял у Пюпитра и был ведущим молитвы, по окончанию этой молитвы он повернулся к своим прихожанам и одному из хасидов этой общины, одному из жителей города Бердичев и прихожан этой Бердичевской синагоги, он обратился к нему и сказал, добро пожаловать, добро пожаловать с приездом. Тот удивился, раби, я никуда не уезжал, я тут с вами, давно уже никуда не выезжал, не покидал наш гостеприимный Бердичев, да и в конце концов мы с вами сегодня уже здоровались, на что цадик из Бердичева ему сказал, как это не уезжал, ты только что во время молитвы съездил на ярмарку, продал корову, купил сукно, отвез это сукно в Житомир, продал его там в магазине, на эти деньги купил детям сладости, жене купил какой-то платок и зеркальце, привез домой, все это передал жене, потом ты еще съездил на другую ярмарку и так долго Раби Левицек перечислял, какие же маршруты проделал этот самый прихожанин Бердичевской синагоги. Тот сказал, Рэбе, с чего вы взяли, что я это все, что я все это сделал, что я отправлялся в такие дальние странствия, а разве это не так, спросил его Раби Левицек, ведь сейчас, во время молитвы, ты улетел со своими мыслями на ярмарку, ты торговал, ты покупал, продавал, ты перемещался, путешествовал и тебя здесь не было и у престола славы Творца твоя молитва не находилась. Итак, друзья, это та проблема, с которой сталкиваются, к сожалению, в наши дни многие молящиеся, как научиться молиться одновременно не своими словами, а по Сидуру, то есть по той молитве, которая установлена не мною и не вами, друзья, а установлена нашими мудрецами, то есть установили порядок молитвы они, а молиться с огоньком, с воодушевлением должен я и вы. Каким образом это можно соединить? Давайте еще раз для закрепления поймем, что когда человек молился от чистого сердца своими словами, то проблемы с мотивацией не было. Молился только мотивированный человек, да, он потому и молился, что он был мотивированным, а когда молитву канонизировали, вот и возникла эта самая проблема. И здесь, я думаю, друзья, нам поможет хасидут, хасидская мысль, которая, пожалуй, может быть не впервые, но так громко, действительно, я предполагаю, что в первый раз это было некое новаторство со стороны основоположников хасидской мысли. хасидизм заявил о новой функции молитвы, ибо само слово тфила не означает молитва. Любопытно, что у нас, например, есть глава Вейтханан в книге Дворим, так вот, слово Вейтханан это как раз молиться, вызывать хэн, то есть милосердие, милость Всевышнего. И в русском языке слово мольба, молитва это не что иное, как некий призыв к высшим силам, призыв к Всевышнему, чтобы он проявил свою милость, свое милосердие, и здесь поэтому слово ханан как раз больше подходит к переводу слова молился. Но мы же с вами говорим тфила, молитва, лейтпалель, молиться, и человек, который молился, мы говорим, что это такой человек итпалал, то есть это явно другой абсолютно корень и другое значение. Так вот, слово тфила это связь. Практически, как мы с вами говорим, свяжись со мной, я прошу тебя, когда там решится какой-то вопрос, мы говорим набери меня, то есть я жду с тобой сеанса связи. Тфила это и есть, друзья мои, сеанс связи. И вот здесь Раби Магет из Межрича, а еще больше, один из его ярчайших учеников, Раби Шнеур Залман из города Ляды, автор книги Тания и Шелха Нарух, он, собственно, пишет несколько очень глубоких, очень действительно интересных майморем, таких исследований, таких статей, о значении молитвы, где подчеркивает, что Тфила это не только замена жертвоприношений, что Тфила это не только благодарность или просьба, направленная к Творцу, продиктованная недостачей каких-то ресурсов или угрозой для жизни, что, собственно, понятно и очевидно, что такая молитва имеет место быть, и такая молитва прекрасна, и она правильна, и хороша во всех отношениях. Но Тфила это еще и сеанс связи со Всевышним. Будьте внимательны, друзья, это возможность прикрепиться к транссидентному Богу, это возможность иметь какую-то действительно связь, некую общность с таким уровнем божественности, с таким уровнем святости Творца, который не раскрывается в мироздании ни в творениях, ни в пище, ни в питье, ни в самой жизни человека, и поэтому просьбы о пище, пропитании, о безопасности, о излечении от болезней, раз молитва продиктована этими житейскими проблемами, то и уровень этой молитвы, он неким образом фиксируется потребностями нашей плоти, потребностями нашей телесной реалии, и уровень Бога, который раскрывается на параметрах вот этой самой нашей человеческой материальной телесной реальности, этот уровень Творца гораздо ниже, чем трансидентный, абсолютно, если хотите, иррациональный уровень Бога, уровень Бога, которому нет места в пределах мироздания, однако, этот уровень достижим молитвой, именно тфилой, когда человек растворяется во Всевышнем, и материальная человеческая оболочка словно бы нечто одно, а вот наша с вами душа абсолютно такая же трансидентная и такая же с точки зрения реалий этого мира иррациональная, как и сам Творец, обретают в этот миг единение. Вот о такой молитве как раз очень много говорит Хаседут, и вот такая молитва, она, друзья мои, в наши дни гораздо актуальнее, чем молитва о пропитании, или о здоровье, о безопасности, потому что нам с вами катастрофически не хватает связи со Всевышним. Мы, будучи поколением весьма и весьма далеким от духовных ценностей, что уж тут греха таить, произошла серьезнейшая духовная деградация поколений, мы не в состоянии с вами ощущать эту божественную связь в нашей повседневности. И те молитвы, которые мы с удовольствием, с горящим сердцем готовы произнести, когда нам что-то от Бога нужно, мы просим от Него поддержки, это прекрасные молитвы, но они не заменят нам элементарных сеансов связи нашей божественной души, правильнее сказать, наших божественных душ, ибо мы говорим о целом Клаль-Исраэль, о целой общности народа Израиля, и вот эти сеансы связи народа Израиля со Всевышним, именуемые Тфилой, как раз с точки зрения хасидизма и были главной причиной, по которой мудрецы установили трижды произносить молитву в течение дня. Завершая наше с вами я надеюсь интересное исследование еврейской молитвы, я хотел бы рассказать вам еще одну замечательную хасидскую притчу, это притча про раби Менаха Мендела из города Коцк, это знаменитый Коцкер Ребе, человек необыкновенный, таких возвышенных праведников не часто Всевышний присылает в наш мир, чтобы они осветили нам горением их сердец осветили нам немножечко дорогу. Эта история, друзья мои, будет еще более, мне кажется, острой и актуальной, если мы вспомним, что произошла эта история, рассказана эта история была вот в дни Эллула или в первые дни Тишрея, вот именно в те дни, в которые мы с вами как раз и изучаем данный материал. Вот что сохранила для нас с вами еврейская хасидская традиция. Коцкер вошел в синагогу и обратившись к своим прихожанам, он сказал, а что вы все тут собрались? Народ удивился такому вопросу, как к чему мы собрались? На молитву собрались, подходит к концу еврейский год, в преддверии праздника Рошашана, а за ним Йом-Кипур, ну как бы сам Бог велел, такие дни. Еврейский народ особо усердствует, как мы уже с вами сказали, в молитве, в раскаянии, в дздаке, поэтому странный вопрос, Ребе задает, но Ребе его уже задал, нужно что-то отвечать. Хасиды пожимают плечами, они говорят, Ребе, мы собрались на молитву, о чем вы собираетесь говорить с Богом? В своей манере, провокативной, заметьте, манере, продолжает настаивать на своем Коцке Ребе, мы будем просить у Бога прощения, потому что конец года, перед Рошашана, это слихот, это есть молитва о прощении, мы будем просить у Всевышнего прощения. Коцке Ребе сказал, у вас ничего не получится, Всевышний вас не простит, люди просто побледнели, чуть в обморок не стали падать, потому что страшно от праведника, от мудреца Израиля такое услышать, почему Ребе, почему Всевышний не примет наше раскаяние, не примет нашу молитву и не простит нас, в чем причина, как этого можно избежать, как это можно препятствие устранить. Коцке Ребе сказал, посмотрите внимательно, вы обижаетесь на Бога, в ваших глазах Бог виноват, у каждого из вас был тяжелый год и у каждого из вас есть внутренняя, глубоко скрытая, эгоистическая обида на Бога за тяжелую жизнь, за плохой год, который мы еле-еле прожили, еле-еле выжили и мы обижаемся на Бога. Он сказал, мы имея ввиду и самого себя, о да, друзья, у Коцке Ребе с Богом были сложные отношения, они даже иногда ссорились и переставали разговаривать, доложу я вам. И так говорит Коцкий Ребе, пока мы не простим Бога, бессмысленно нам с вами просить у него прощения. Прощение подразумевает, что этот процесс будет обоюдным, когда два человека хотят примириться после некого конфликта, они протягивают друг другу руки. Что же делаем мы с вами? Мы просим Всевышний, прости нас за наши грехи, но мы Бога не простили, мы по-прежнему в обиде на него, что мы получили нечто худшее, чем то, на что рассчитывали, нечто худшее, чем то, чего были, как нам кажется, достойны. Поэтому, сказал Коцкий Ребе, пока мы его не простим, бессмысленно просить у него прощения. Давайте же простим Бога. Я вам докладываю, говорит Коцкий Ребе, я знаю этого Бога очень давно, он очень хороший Бог. И если в этом году что-то по нашему с вами мнению, что-то было не так, давайте дадим ему шанс, чтобы в следующем году он все исправил. Он сможет, поверьте мне, он хочет дать нам всевозможные блага. Почему не дал, мы сейчас даже не будем вникать, сказал Ребе из Коцка. Давайте просто дадим ему шанс все поправить, перестанем на Всевышнего обижаться, перестанем думать, что нам полагалось нечто большее и лучшее, чем то, что мы имели. И вот только после этого наша просьба о прощении, направленная к престолу славы, будет иметь какой-то смысл. Община только тут поняла в эту секунду, что же Ребе говорит. Мы ведь действительно с вами зачастую ходим годами с глубоко посаженной внутри нас эгоистической обидой, что мы вот тут для Бога все делаем, все соблюдаем, а он словно бы не видит нас, не замечает, не берет в расчет наши добрые дела и как будто бы он нам еще и должен остался. Котский Ребе именно об этом и говорит. Победите в себе эту эгоистическую обиду, раскройте свои объятия Творцу и после этого он, конечно же, раскроет свои объятия для вас. Давайте, друзья мои, прислушаемся к совету величайшего еврейского провокатора в мире хасидизма, рабе-монахе Мендала из Котска, величайшего цадика хасидского мира, перестанем обижаться на Бога, если угодно, это страшно может быть первый раз сказать, перестанем обижаться на Него, перестанем выставлять Ему счет, перестанем считать, что мы были достойны чего-то лучшего, мы скажем, мы любим тебя таким, какой ты есть, и попробуй, постарайся, мы знаем, что тяжело принять нас и полюбить нас тоже, такими, как мы есть, мы даем тебе шанс в следующем году, сделай для нас хороший сладкий год, но и ты дай нам шанс, чтобы в следующем году мы гораздо сильнее, гораздо лучше могли бы изучать твою Тору, соблюдать твои заповеди, и посмотри на нас, мы уже в месяце Элул, в преддверии новогоднего праздника Рошашана, дня новолетия, мы уже пытаемся укрепиться в молитве, в раскаянии, и в добрых делах, в проявлении милосердия, в заповеди Цдака. Давайте, друзья, делать такой вывод вместе с Котскером Рэбе, я надеюсь, что наша небольшая экскурсия в мир молитвы, в мир Тфилы, была для вас не безинтересной, была для вас увлекательной. Спасибо за внимание, друзья, мир вам, шалом, с наступающим, пока.